Кто подойдет человек. Без него мы не начнем. Или начнем. Замески какие-то. Без него не начнем. Как он был вон. Я не знаю кто это такой-то. У меня не видно. Смотрите засмущался. У меня рука. Если комановы видят, я не обязательно. У тебя очень хорошее место. Ты гордишь. Хорошо вы строите. Не говори. А если там сесть, то нет. Обидно будет. Подписывайтесь. Я где еще? Продолжение следует... 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 Сотрудник должен, когда мы обсуждаем, он должен выключить. А мы давайте начнем. Ребята, то есть там идет прямая трансляция, тогда я хотел бы поздравить вас с сегодняшней защитницей и представить комиссию, которая будет у вас принимать эту защиту. Председатель нашей группы Челокусенко Геннадий Леонидович, директор Московского бродового оборудования завода. И также в комиссии присутствует профессор Челокусенко Сергей Николаевич, профессор Чен Дейлий Федорович, доцент Торега Валерина Всеволодовна, доцент Леона Сергея Валерина и округленный конкурс. Прошу. Начинаем. 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 В таблицах 3 и 4 представлены два формирования товарного резервуарного парка. Сравнив общие полезные объемы таблиц 3 и 4 с расчетными объемами нефтепродуктов, наиболее близкие значения получились в таблице 3. Поэтому принят первое формирование товарного резервуарного парка. Нефтепродукты из товарного резервуарного парка окружаются посредством автомобильного транспорта через наливные стояки. Для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны используется установка АСН-802, представленная на рисунке 3. Результаты расчета количества наливных устройств, необходимых для отрузки мазута, дизельного топлива и бензина, представленных к облице 5. Для отрузки мазута выбрана автомобильная цистерна компания Сеспель объемом 38 м3, представленная на рисунке 4. А для отрузки бензина и дизельного топлива выбрана автомобильная цистерна компания Сеспель объемом 28 м3, представленная на рисунке 5. Результаты расчета количества автомобиля цистерн, необходимых для отрузки мазута, дизельного топлива и бензина, представленных к облице 6. Для перекачивания этих продуктов по технологическим трубопроводам используется насос КМ-6550-160 ГРБ, комплексная характеристика которого представлена на рисунке 6, а разрез насоса с составными узлами на рисунке 7. В результате реконструкции в товарном резервуарном парке установлено 4 резервуара РВС-2000 на хранение мазута, для хранения дизельного топлива 2 резервуара РВС-2000, а для хранения дизельного топлива 2 резервуара РВС-P2000. Нефтепродукты с товарного резервуарного парка отбужаются посредством автомобильного транспорта через наливные стояки, оборудованными установками АСН-802. Для отгрузки мазута используются 3 установки, для отгрузки дизельного топлива 2 установки, для отгрузки бензина 1 установка. Для отгрузки мазута используется автомобильная цистерна компании «Сесль» объем 38 м3 в количестве 18 штук, для отгрузки дизельного топлива автомобильная цистерна «Сесль» объем 28 м3 в количестве 17 штук, от отгрузки бензина, 11 автомобилей, стенд компании «Сесли» объема 28 метров кубических. Для перекачки нефтепродуктов по технологическим трубопроводам используется насос КМ-655060ЕВ. Спасибо за внимание. Уважаемые члены комиссии, прошу задавать вопросы. Можно? Да. Девятый слайд. У вас там характеристика насоса, да? Да. КПД. КПД не превышает 60 коксин. Нельзя было другой насос вводить, который оказался? В общем, нет. КПД. Этот насос лучше всего подходил по напору и по расходу, чтобы в рабочих зонах подал. Какие насосы не рассматривали? Другого КПД не нашли? Рассматриваю, но этот был наиболее близкий. А как расшифровать КМ-655060ЕВ? КМ это консольный моноблочный насос, 65 это диаметр всасывающего патрука, 50 это диаметр напорного патрука, 160 это диаметр рабочего колеса. Е обозначает, что насос может перекачивать нефтепродукты, а Б это уменьшенный диаметр рабочего колеса. Каковы еще есть вопросы? Можно вопросы? Пятый слайд. Вот Вы нарисовали резервуар типа ГАРТ, ГАРТ, РАТС, если вам было. Скажите, для какого вида продукта, если здесь перечислено, он должен использоваться? РВС в моей работе используется для мазута и для дизельного топлива. В данном случае для чего? А на рисунке, то есть там диповой резервуар с типовым оборудованием. Это вообще все, что может быть? Да, все, что может быть на резервуар РВС. Хорошо, но все-таки, как легче, для мазута или для дизельного топлива, вот такую конструкцию Вы примените? Ну, здесь есть подъемная труба, и это резервуар я применю для мазута. Совершенно верно, спасибо. Да, Даня Савельевич? Вот Ваша работа называется реконструкция, а все-таки, что Вы мог бы это сделать? Или это что-то из старого оборудования у меня осталось? Из старого оборудования у меня остались в оборудовании СМ-85, в том числе количество, насосы я заменюю, но другие, так-то не буду, уже выработки срок службы, и резервуары устанавливают большим объемом. Есть еще вопросы? Достаточно, большое спасибо. Следующая дипломная работа Ватагина Екатерина Алексеевна, руководитель дипломной работы Есенкова Надежда Ивановна, пациент оригинального текста 7.2, средний пал 4.94, дипломная работа на тему обоснования выбора энергоносителя для районной котельни. Прошу вас. Здравствуйте, уважаемые председательцы. Причиняемые оборудования на тему СМ-85, хочу представить вам дополнительную работу на тему обоснования выбора энергоносителя для районной котельни. Газ является одним из наиболее активных инвестиционных источников подмечения энергии для производства тепла, электрического и моторного текста. Для ставки газа конечных потребителей осуществляется использующая синтровизованная система газа на обженную, которая обеспечивает все виды потребителей к природным газам по газам Спредвительных листям. Также может использоваться автономная система газоснабжения需국. Ухажаемые отдельныеئ Şimdi вообще в качестве нагоносителя может выступать при жиженом ГЗдравый Газ или жиженом природногошт . В дипломной работе рассматривается только с жиженом ГЗдравоох Well. Так как его можно хранить при температуре отбывающей среды при относителе на небольшом повышении этой планки. Целью дипломной работы является обоснование выбора энергоносителей для районной котельни. Задачей надипломной работы является проверка возможности подключения потребителей в существующих производительности, рассмотрение вариантов алт ном acres, а также сохранение их силами для автобуса для конкретной потребителя. Заказчику мне задумал, что общее теплоупотребление системы теплах occur при сообщении – 2 мW, и 8000мВ. Санфици Ummah 2Tdl и 3NmS 1Tdl то есть определенную 컬�ой精овую систему отбокатności до 150 мВ веanie Asíкиj кほど на конточной продаж ке-11H Jdl ag. Расход газа котельной можно определить как обменьшение мощности котельных производителей нижней теплоты сгорания газа на коэффициент по резьбой действия от котельной установки. В депутатной работе был произведен расчет по заданному составу газа нижней теплоты сгорания. Нижний сплот сгорания природного газа составляет 37,53 мм, а жиженый углеводородного газа составляет 3,06 мм. Так как котельная обеспечивает отопление в коттеджных оселах, потребление газа в течение года будет неравномерным. Расход газа в течение года отопительную период составляет 24,6 мм, а неотопительную период 90,7 мм. Расход жениahnутородного газа в течение года отопительный период составляет 74,6 мм., а неотопительный период 29,7м мм. В депутатной работе была проведена проверка и возможных подключений до разношения в этих плотinya к существующей газораспределительной сети. Расчетная схема сети до отключенияtreмных плот dlatego приведена на рисунки. На этапальной работе был проведен расчет исходной газовой отделительной сети, то есть были подробнее диаметные газопроводов и был проведен подбор основной обороны газовоспределительной станции. Для подключения рав Quad ward Link в существующие газовой отделительной сети необходимо, чтобы давление перед всеми потребителями осталось бы меньше меньше. В результате данного расчета был подобран диаметр газопровода от точки грезки указан в пределительную сеть до района котельной. Результаты расчета приедены в добраться. Стоимость подключения района котельной рассчитывается как сумма расходов, связанных с выполнением проектной документации, со строительством газопровода, со строительством газорегуляторного пульта, а также расходов, связанных с проверкой выполнения технических условий и осуществлением фактического присоединения района котельной газопровода от точки грезки и проведением пуска газа. В результате расчета стоимость подключения района котельной газопровода от точки грезки и проведения сети составит 1 миллион 960 тысяч 944 рубля. В цене на газ 4192 рубля за 1000 км, в которой затраты котельной в природный газ составят 6 миллионов 4195 тысячи 253 рубля. Для районной котельной также возможен вариант автономного газоснабжения. В дипломной работе был проведен расчет необходимой емкости резервуарного парка, в ходе которого в установке были приняты два котельных резервуарного пронима и вместимостью 100 км в каждую. По максимальной производительности была подобрана исправительная установка ВАЗ-220150 рубля. Также состав автономного газоснабжения по атомной котельной защите резервуара, безопроводной жидкой фазы из жидкого газа и конденсатой сборника. Стоимость автономного газоснабжения рассчитывается как сумма стоимости резервуара, исправителя, конденсатой сборника, а также стоимость доставки и метажа оборотов. В результате предсчета стоимость автономного газоснабжения составит 3 2190500 рубля. Цена на жидкого газа составляет 16 рублей 72 копейки за килограмм. Массовый расход жидкого газа в топите на период составляет 169,9 кг, а в топите на период составляет 68 кг. При данных значениях цены и расхода, годовые затраки котельной на жидкого газа составят 19 миллионов, что от 37 тысячи 38 рублей. В течение сравнения автономной и централизованной системы газоснабжения. Средний срок подключения централизованной системы газоснабжения составляет 1,5-2 года, а обеспечение автономной системы газоснабжения занимает 2-3 месяца. Но все же при выборе той или иной системы газоснабжения основными критериями являются стоимость реализации проекта и последующие затраки, связанные с обеспечением топливной и методической грузии. Капитальные вложения в систему газоснабжения также входят на затраты и в 2-3 таблицы. По этим значениям видно, что капитальные вложения в централизованную систему газоснабжения и также годовые затраки на приобретение природного газа меньше, чем капитальные вложения в автономную систему газоснабжения и годовые затраки на приобретение разрешения гублеводородного газа. Поэтому для котельной выгодно использовать природный газ, то есть подключиться к централизованной системе газоснабжения. Спасибо за внимание. Благодаря члену Государственной комиссии, прошу задавать вопросы. У кого есть какие вопросы? Скажите, пожалуйста, почему на втором слайде жизненный природный газ исключили из-за досмотрения? Потому что жизненный природный газ хранится только при температуре, при низкой температуре и при высоком давлении. Нужно обеспечивать постоянную низкую температуру. Природный газ – это проявление жидкости. А вот мы делаем чертежей у Вас или слайде. Что это такое? Аннодлокотодная защита. Аннодлокотодная защита резервуар должна обязательно применяться, так как у нас отдельное расположение. Вообще, что-то странное название. Есть или катодная защита, или протекторная. А аннодлокотодная защита чем отличается от протекторной? Ну, эта защита входит в состав, в комплектацию оборудования. Поэтому она здесь еще одинаковая. На Вашем проекте, я так понимаю, что пропаз бутан используется как резервный топор. Нет, я сравниваю. Но какого качества может быть пропаз бутант тогда? Скажите, если Вы его сравниваете с природным газом. Природный газ у нас в среднем. Ну, конечно, понятного качества. А пропаз бутан у нас, к сожалению, разного качества идёт. Поэтому Вы здесь предусмотрели, какого качества? Я рассматривала соотношение пропаз бутан 50 на 50%. И здесь, в моей этапе работы заключалась в проектированной системе газоснабжения. Если бы у меня рядом не было магистрального газопровода, газопределительного стиля, не было возможности подключиться, тогда бы мне пришлось использовать экономную систему газоснабжения. Нет, мой вопрос не с этим связан. Мой вопрос связан с процентным отношением. Сколько пропаз и сколько бутана в Вашем проекте, как альтернативный топливо используется для Вашего газоснабжения? Для исключения газоснабжения. Какой процент содержания пропаз бутана? 50% пропаз и 50% бутана. А вот когда Вы считали затраты, Вы затраты на проектирование учитываете? Да, вот газопределительные системы для меня, но для автокомингоснабжения нет. А вот какие цены, например, московские? Я считаю, что мой объект располагается в Мужбекарской области и по рекламе. А второй вопрос. Значит, Вы ставили там, да, проектированные заходы в Вашем проекте защите, да? Да, да, да. Материал это ставьте, да? А вот на пластиковые не пытаются? Все, спасибо. Еще есть вопросы? Нет. Большое спасибо. 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 Следующая дипломная работа кончирует Илья Александрович, руководитель диплома Зоря Евгений Иванович. Сомнительная аналитика расчета потерь бензина под больших дыханий из подземных горизонтальных резервуатов. Спасибо. Уважаемые члены Государственной комиссии, Вашим вниманием предлагается магистрская диссертация на тему сравнительной анализа методик расчета потерь бензина под больших дыханий из подземных горизонтальных резервуатов. Актуальность тема обусловлена ужесточением законодательства области экологии. В соответствии с федеральным законом номер 7 в редакции 31 декабря 2017 года за нарушение законов по охране оказывающей среды предусмотрены практически все виды ответственности, такие как имущественная, дисциплинарная, административная, а также уголовная ответственность. Предприятия нефтепродуктов и обеспечения являются источниками загрязнений повышенной опасности, поэтому необходимо выработать достаточно точную методику для оценки возможных выбросов загрязняющих веществ. Научная новизна работы заключается в выполнении структурного анализа трех методик, разработанных независимо друг от друга. В сравнении их производилось с точки зрения простоты использования на практике, доступности исходных данных, а также оценки расчетных объемов выбросов относительно современных представлений о нормах потерьных объятий нефтепродуктов и обеспечениях. Целью исследования является определение методики, наиболее подробно описывающей процессы испарения, происходящие в подземных резервуарах АЗС, процесс большого дыхания при закачке и опорожнении. В сдачу работы входил расчет потерь бензина АИ-95 5-го биологического класса из резервуаров РГСД с номинальным объемом от 25 до 100 кубометров, анализ полученных данных, по данным сравнению с нормами естественной области. объектами исследований является методика расчета потерь от больших дыханий из подземных ямкостей Цинглера и Черникина, методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработанной Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды, а также методика расчет потерь бензина вследствие больших дыханий, предложенная в МГТУ имени Баума. Методика Цинглера и Черникина является наиболее сложной и трудоемкой из выбранных, так как имеет высокую степень детализации описания процесса большого дыхания. На данном слайде вы видите утопненный алгоритм вычислений по данной методике. Расчет условно можно разделить на три этапа. На первом выполняется определение режима эксплуатации АЗС, определяется температурный режим хранения бензина, а через коэффициент диффузии учитываются индивидуальные физико-химические свойства нефтепродукта, такие как плотность и температура начала кипения. На втором этапе определяется конечное состояние газового пространства резервуара после откачки бензина в ходе его коммерческой реализации. На третьем этапе учитывается настройка дыхательных клапанов и выполняется непосредственно расчет массы порога бензина, попавших в атмосферу. На данном слайде представлена результирующая формула определения потерь по данной методике. Ее сложность имеет как плюсы, так и минусы. Преимуществами является то, что она учитывает геометрические размеры резервуара, исходное состояние газового пространства до начала процесса заполнения, настройку дыхательных клапанов, а также индивидуальные свойства нефтепродуктов при температуре хранения. Однако в ходе вычисления используется графический материал, что снижает точность расчетов. Приявлены табличные данные для нефтепродуктов, давно уже не выпускаемых нефтеперерабатывающей промышленностью, к примеру, бензинов марок А56 и А65, а также используются единицы измерения, не входящие в систему СИИ. Вторая методика основана на статистических данных измерения максимальной концентрации паров нефтепродуктов в газовом пространстве резервуара. Она также учитывает режим эксплуатации АЗС и температуру, при которой хранится бензин, однако игнорирует индивидуальные физико-химические свойства нефтепродукта, а также параметры самого резервуара, в котором хранится бензин. Это делает данную методику легко применимой на практике, однако не позволяет выполнить более глубокий анализ расчетных соотношений. Методика МГТУ имени Баумана является промежуточной между данными между уже рассмотренными методиками в плане подробности описания процесса большого дыхания. Она, как и предыдущие, не учитывает геометрические размеры резервуара и настройку дыхательных клапанов, однако позволяет самостоятельно определить концентрацию паров нефтепродукта в газовом пространстве с поправкой на его индивидуальные свойства при температуре хранения. Также по данной методике можно определить радиус зоны загазованности, соответствующий нижнему концентрационному пределу распространения пламени, что является также немаловажным для определения параметров безопасности эксплуатации АЗС. В данном слайде представлены результаты расчета потерь бензина АЭД-95 из резервуаров различной вместимости в зависимости от сезона. Как видно, все методики указывают на увеличение потерь в весенне-летний период, однако только методика Цимплера и Черникина показывают зависимость от номинального объема резервуара. Рассчитанные потери бензина из резервуара АЭД-50 в зависимости от климатической зоны и расположения АЗС также указывают на рост потерь при движении от самой холодной первой климатической зоны до самой теплой третьей. Однако по первой и третьей методикам значения потерь получились в 3-4 раза больше, чем нормы естественной убыли. Это объясняется тем, что при расчете норм учитывается температурный коэффициент управления бензина, его принадлежность к определенной группе нефтепродуктов, а также объем принимаемых партий. Но полностью генорируется индивидуальные его свойства, а также параметры резервуара, в котором продукт хранится. В данном слайде приведены результаты расчета потерь бензина с помощью методики Цимблера и Черникина для резервуаров различной номинальной емкости в зависимости от годового грузооборота АЗС. Как видно, с увеличением грузооборота потери от больших дыханий также возрастают, однако для резервуаров меньшего номинального объема скорость роста потерь меньше, чем для резервуаров большей вместимости. Таким образом, при грузообороте предприятия более 5000 кубометров в год, с точки зрения экологии, выгоднее заправлять резервуары чаще, но меньшими порциями. Такая мера позволяет сэкономить до 350 кг в год. Каждая из представленных методик имеет свою определенную область применения. Методика цемблера и Ченикина, как самая сложная, должна применяться в расчетах, требующих подробного описания процесса большого дыхания. Вторая методика дает результаты выгодные с точки зрения экологической отчетности, а также налогообложения, однако с моей точки зрения она игнорирует слишком отчет. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Здесь учитывается скорее давление стичных пороков. Да. Можно? Так, пожалуйста, и вопрос. Сначала маленькое какое-то замечание. Хранение бензина на нефтебазах в подземных АГС практически не стоит. Я не на нефтебазах, но... Я на ЗС. Потому что сказали в нефтебазах, поэтому я на этой филе скажу. Речь идёт о подземных АГС. Коэффициент оборачиваемости в подземных АГС высочейший. Поэтому, с моей точки зрения, с материалами которых я ознакомился, считаю, что содержание лёгких фракций углеводоводов в газовом пространстве подземных АГС на разрез, оно практически не меняется. Из-за высокого коэффициента оборачивания. Там постоянное, как бы, вот это пространство насыщено. Теперь вопрос. А почему именно эти методики выбрали для сравнения? Эти методики я выбрал, потому что они, во-первых, разработаны в различное время. То есть, мне было интересно проследить, как менялась научная мысль в этой области расчёта ПАТИ. А во-вторых, уже на начальном этапе, при первоначальном анализе этих методик, я уже понимал, что у них достаточно разные подходы. И, соответственно, будет интересно сравнить их процессы. Может быть, интереснее было бы послушать материал, в котором сравнивались бы методики, которые сегодня официально используются, например, или нет, например, или нет. Можно было бы взять ещё какую-либо методику и сравнить с практическими данными. Вот тогда да, можно было сравнивать и выбирать. Говорят, оптимальности методики МВТУ службы. На каком критерии оптимальности? Ну, хорошее соотношение простоты использования и полученные данные. Хорошие данные, это же нет. Качественные акции. Спасибо. Ну, ещё есть вопросы? Нет, достаточно. Большое спасибо. Спасибо. Следующая дипломная работа. Шарил Байратов Альбертович. Оценка надёжности газоэнергетиков с сетей с применением методов математической статистики. Обеспеченность перебойной поставки газопотребителей является актуальной темой на сегодняшний день. Больной целью работы является разработка методики определения коэффициента оперативной готовности и регулятора давления. Для достижения поставленной цели были установлены следующие задачи. Рассчитать физические свойства природного газа, определить необходимый расход газа, произвести механические и юридические расчёты за провода отвода, выполнить компоновку газорегуляторного пункта основным технологическим оборудованием, проанализировать и классифицировать данные по отказам регуляторов давления. На данном слайде представлена схема газоснабжения пункта, в которой предусматриваются две категории потребителей, это 3000 мегапаскаль, 5000 мегапаскаль. На данном слайде принципиальная схема ГРКП с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования. Резервный лининг предназначен для поддержания выходного давления в случае штабных циклов. В таблице представлено основное подобранное оборудование, это фильтр газовый, регулятор давления, это инвентарный, подоихронительный сбросной клапан и измерительный комплекс. Результаты анализа статистики по отказам регуляторов представлены на данной диаграмме. Как видно по ней, больше всего отказов по следующим причинам. Это попадание на ротовое тело под основным клапаном регулятора порядка 23%, и попадание атмосферных осадков во внутренней полосе регуляторов порядка 16%. Ситуация по инцидентам с учетом типа регуляторов представлена на следующем слайде. Как видно по диаграмме, больше всего отказов у регуляторов моделей РДП и РДБК. Рассмотрим последовательность разработки методики определения коэффициента оперативной готовности. Первым пунктом является определение границ вероятности нижней и верхней. Второе – вычисление границ интенсивности отказов. Третье – применение марковских процессов для систем газоснабжения. Четвертое – непосредственно определение коэффициента оперативной готовности. И пятое – отрогование полученной методики в программно-существом комплексе марка. Итак, первый этап. Задача на первый этап сводится к определению таких функций P1, H и P2, даже где аж частота отказа. Так, чтобы вероятность попадания неизвестной вероятности отказа регулятора отравления в интересующий нас интервал P1, P2, была бы не меньше, чем значение доверительной вероятности 1-2 β, где β – доверительный уровень. Английские статистики, как по переверным персонам, указают такое правило, которое дает гарантию того, что вероятность выхода, когда рассматриваем нами параметры из доверительного интервала, не превосходит значение b. Данная зависимость представлена на слайде, где dt – это число отказов за время t, n – число регулятора в рассматриваемой системе, cn – это число сочетаний. Соответственно, P1 – для нижней границы, P2 – для верхней границы. Следующий этап – это определение нижней и верхней границы интенсивности отказа. Они определяются согласно экспоненциальности и определены закон надежностью. Также расчетные соотношения представлены на слайде. Лям на один нижний, лям на два верхней границы. Следующий пункт – это описание марковских процессов. Карактеристика будущего состояния системы зависит от состояния, в котором она находится в данный момент времени и не имеет отношения к тому, как выглядела система ранее. То есть данная понятия говорит нам о том, что результат будущего состояния мы можем предсказать, зная лишь вероятность перехода из текущего состояния в будущее. Марковские процессы основаны на теории вероятности, а также является переходом из одного вагнозного состояния системы в другое. Чтобы провести анализ такого перехода, целесообразнее всего используют так называемый граф состояния, то есть геометрические схемы. Рассмотрим возможность применения марковских процессов для системы газоснабжения. Для этого необходимо составить граф состояния, который представлен на слайде. Как так называемый схеме гибридов. Каждое последующее состояние с один на два и с три отличается от предыдущего числом отказавших регуляторов. Далее составляется система уравнений при x, принадлежащем от нуля до t. Это рассматриваем промежуток времени. В это непосредственно вероятность отказа, лямбда интенсивность перехода из состояния 1 в состояние 2. И вторым уравнением у нас записывается суммарная вероятность, которая равна 1. То есть p0 от x, это значит, вероятность отказа в момент времени x, была в значении нулевого занимала. После всех преобразований получается расчетное соотношение для вероятности отказа. Следующий этап – это определение коэффициента оперативной готовности уже непосредственно. Задача регулятора состоит в следующем. За предопределенное время регулятор должен быть доставлен на объект, настроен и проверен. Затем в течение прибавого времени под t до t плюс t, он обязан выполнять свою основную задачу. Следовательно, рассматриваемый коэффициент оперативной готовности является двухпераметрической величиной, которая зависит от времени t и tau. То есть это вероятность того, что момент времени t, регулирующий пункт, состоящий из эндорегуляторов, готов выполнить свою основную задачу. И в течение времени tau он будет ее выполнять. Таким образом, с учетом всех преобразований, получается конечное расчетное соотношение. Как видно по этому соотношению, оно делится на две части. Левая часть он отвечает за время t, то есть за время настройки проверки доставки регулятора. Правая часть со временем tau отвечает за непосредственно редуцирование. Пятый пункт – это опробование полученной методики по ВКМ откат. Расчеты проводились в 2009 году, как для самых худших условий число инцидентов было больше всего. Какими данными для расчета являются рассматриваемые числа регуляторов, число регуляторов для которых определяется коэффициент, а также число отказов. Согласно методике определяется верхняя и нижняя граница вероятности отказа P1 и P2. Далее определяется интенсивность отказа также верхняя и нижняя граница L1 и L2. Ну и наконец третьим этапом определяется сам коэффициент оперативной готовности для трех сценариев. Так называемые оптимистичные, пессимистичные и средние. Оптимистичные сценарии, когда у нас вероятность отказа и интенсивность принимают нижнюю границу, то есть это минимальное возможное значение это ноль, следа на целеном компании на претинг готовности единицы. Пессимистичные сценарии рассматривают наиболее худшие условия, возможные худшие условия то есть максимальное значение вероятности отказа и интенсивности. Среднее значение получено при среднем а psychicесном значении, интенсивности и отказа. И выводы, значитesten . Та на работе рассмотрfinitely... Уважаемый человек, пожалуйста, Вы применили в формулу модель матерские процессы, почему, имея определенную информацию, то есть статистику отразов, не применили формулу ВАЭЦ? Она накрашивается. Но как первое предложение, как определение процентов рейтинга оттонности, было принято Сергею Владимировичу рассмотреть именно такую формулу. Для предположения можно рассмотреть несколько методик, какие результаты получаете из сравнения статистики. На самом деле использование статистики предполагает проверку соответствия теоретического распределения случайной величины экспериментального распределения. Поэтому у Вас должна была пройти проверка соответствия экспоненциального распределения. Во-первых. Второй момент. Применение марковских цепей предполагает возврат в исходное состояние в том числе. Не обязательно раз-два-три. Раз-два. Возврат в первое. Где параметр потоков восстановления? Это частный случай схем Маркова. Это схема гибели. То есть возврат в исходное состояние не будет помогать. У нас ремонт не рассмотрен. Но в данном варианте нет. То есть отказал, все. И не ремонтируется? Нет. Он будет отремонтирован в последующем. В данный момент он просто отказал и перешел на резервную линию. Отказ. Вероятность отказа. Да. По вероятности отказа. Да. Можете спросить? Да, конечно. Ну и что? Было в вашем работе практически? Открытие? Да? Нет. Было. Открытие? Я сотрудник газоотопределительной системы. Как одним из схватных параметров является время работы, которое мы рассматриваем. При этом представитель газоотопределительной компании может поставить такую задачу с вероятностью 5% что регулятор, допустим, откажет. Какое время я могу его ремонтировать в межремонтном периоде? Ваша работа должна быть окончаться, предположим, рекомендация о разработке планового предупредительного ремонта. Спасибо. Есть еще вопросы? Большое спасибо. Следующая дипломная работа Михаил Григорий Николаевич. Средний 0.5% Процент 1.0.1.74% Предководитель Чилинцев Сергей Николаевич. Тема дипломной работы – переводки на логическую участку на линициальном немдепроботе на спорте университет на немдепродукт. Уважаемые комитеты, Ваше внимание предлагает дополнительный проект администрата на тему «Переводимые участки на линициальном немдепродукты на перекачуство на линициальном немдепродукт». Актуальность системы заключается в следующем. Во-первых, изменение каждого потока нефти вызвало существенное снижение нагрузки на существующие системы руководства всей страны. Во-вторых, компаниями реализуются программы включения кислотей производства этих продуктов. И, наконец, наращиваются объемы перекачки высокотехнологичной продукции. Цель проекта вы можете видеть на слайде «Переводимые участки на линициальном немдепродукте на перекачку местезонного дизельного топлива 5-го экологического класса». Следующим проектом является разработать чистку участка нефтепровода, разработать как эксплуатацию нефтепродуктопровода, при перекачивании топлива произвести анализ пропускной способности нефтепродуктопровода при радиоскопинации наружных станций, а также рассмотреть применение противопроводной присадки на лимитирующих участках и рассмотреть стоимость этого теста. Механистка чистки рукопровода позволяет полностью очистить внутреннюю поверхность от парафининских отложений. После прохождение кислотопровода остаются отложения от отложений. от 1 до 3 мм, которые являются главной причиной снижения корочества транспортированного нефтепродукта. Поэтому как применена химическая чистка трубопровода? Тут рассмотрены три бита пробок. Это пробка с химическим аргентом, пробка ассорбционная и пробка контрольная. Как нужно догадаться, пробка с химическим аргентом создается для очистки трубопровода. Состоит из двух групп основной, которая состоит из трех поршней разделителей внутренних трубных, и помогательная группа из двух поршней полиуретановых литых и одного поршня разделителя. Через сутки после охраждения пробки химических аргентов производится пропуск пробки с ассорбционным топливом. Это будет для того, чтобы убрать остатки отложений, смыть химический реагент и произвести обывание внутренней поверхности трубопровода, запорной арматуры и камер пропуска и грузко-осредственной диагностики. И уже после этого происходит пропуск контрольной пробки с дезинным топливом. На слайде представлена техническая схема формирования запуска данной пробки, которая включается в камеру пропуска и грузко-сод, в емкости хранится химическая реагент, ассортный агрегат, патус 1.2.2 и запорной арматуры и запорной арматуры 3. Там уже расположены передвижные компрессорные установки. Сначала запускается вспомогательная группа, как я уже сказал ранее, и потом уже запускается основная группа. Исходные данные для расчетов, как видите на слайде, принимались грузообороты, перекрытия, производительность топлива при 20 градусах по Цельсию, температура на различных глубинах, а также институционные трубопроводы и эквивалент зеленых трубопроводов. Как я уже сказал ранее, используются дешевые трубы, поэтому вам заранее известны километровые отметки и сотые отметки станций. По проекте опорной способности были выбраны насосные оборудования. В качестве основного агрегата было выбрано N510 с номером ротором на подачу 3500 кубов в час. В качестве платформных агрегатов были выбраны N2B1250-60. По сравнению насоса вы видите на слайде. В качестве примера приведем перегон от станции Ярославль до станции Правдина при расчетных значениях климатической резкости и плотности. Рассчитана профнасть способности, скорость сочетений зеленого топлива, число ренольца, сенсор сопротивления, а также потерянный напор по метру провода, требованный напор и напор с даваемой станцией. После чего происходит, так скажем, устроить замеченные по вашей характеристике трубы и станции, и в точках пересечения запорных характеристик труб провода с неприспособностью откладываются, как в антикулярном расцессе, находятся максимальные расходы каждого перегона для летнего и зимнего расчетного периода соответственно. Эта операция проводит для всех четырех перегонов, после чего выявляется перегон с наименьшей трубочной способностью, в данном случае это перегон от станции Правдина до станции Булькова с расчетным расходом 1044,7 мега кублических в час. И уже этот расход будет определён для всей системы в целом. Но при данном расходе станции выдают требованный напор, поэтому нужно привести регулирование прижима работы к нужным станциям. Т.е. вот представлены формулы, на слайде по ним определяется требованный напор каждого магистральского агрегата и новая частота вращения каждого агрегата в проекте применять исходно регулирование. После чего строится карта эксплуатации при каждой станции магистрального расхода управления. Как я уже говорил ранее данный участок является экспортным, поэтому любые срывы поставок, как плановые, так не плановые, могут привести к срыву поставок продукт оконечному потребителю. Поэтому был произведен анализ собственной способности и элементирующий участок для отключения перекачивания станции. Вы видите на экране, что самый корень. Их лучший вариант отключения станции правдинный, и при таком отключении у нас собственная способность падает на 100 до 100 целых везетных метров кублических участок. Для рефикации лимитирующих участок были применены противотрубленные присадки. На стадии представлены на совмещенную акважную характеристика перегона ГАР по стремлению противотрубленной присадки. При полученной гидравлической федерации присадки находится необходимое количество присадок и рассчитывают затраты на применение данной присадки. При этом в той мысли недопоставительного топлива если мы откажем сотрудничество составит более 2,7 млрд. рублей. Заключение медицины правды. Но выводы нет. Так, уважающая комиссия, прошу задавать вопросы. У кого есть вопросы? Скажите пожалуйста, насколько я понял вы предлагаете химические реагенты используя для полного удаления парафитов? А ведь небольшой шпион парафитов на грудные стенки трубы закрывает все широковатости. Может это депрессовую присадку попадает? Нет. То есть потому что если мы будем вводить продукт без химической очистки, у нас ухудшится реология самого продукта. То есть труба будет не очиститься, но вот какие-то отложения они могут опять же приведуть к… Это ваше предположение или вы опираетесь на какие фактические данные? Опираются на фактические данные. Они в работе есть? Ну ссылка по моему на статью есть. Это есть статья. А ведь смотрите как хорошо. Парафинчик оставляет. В потере набора меньше снижается. Экономия, люкальная энергия. Тратить на противополебную присадку не нужна. Ну что ли это? Говорите, как вы думаете. Ну нет, у нас получается… Как вы мысли? Мысль была такова, что такие месочисты проводятся в первую очередь того, чтобы когда мы будем запускать конкретно нефтепродукты, дизельное топливо, не хуже зореологии из-за отложений, которые были при транспортировке нефти. А вы помните о том, что вся смесь интересов на конечном пункте должна приниматься в отдельный резервуар, который не резинен? Прошу прощать, какая интересная смесь, я не совсем понимаю. Химреагент по трубе пройдет? Пройдет. На конечную… Презервуар? Нет, не в резервуар. Там специальная автомобиль и цистерна будет сливаться. Автомобиль и цистерна хватит, чтобы принять его. Вот это все количество? 10 метров кубических пробка. Пробка не полностью заполняет трубу. Там же есть поршний разделитель с левой и справа, который фиксирует эту пробку. всего лишь по уровню 10 пубков. Сам объем данной пробки будет. И что потом с этой пробкой делать? Все, ее больше не нужно. Она утилизирует и все. Утилизирует, конечно. И за это еще заплатят? Естественно. Но это подрядорганизация выполняет, а не ОСТ по этому? Платит. ОСТ, конечно. Но это все нормально. Есть еще вопросы? А вообще, сколько времени нужно для того, чтобы перевести нефтеправы на осветывание нефтеправов? Ну там, значит, от проекта, как реализация, опять же. В среднем. В среднем, около 3-4 месяцев. Именно только при этом. Спасибо. Еще вопросы? Совершенно спасибо. Следующая дипломная работа Кафеатулина Альмира Абековна. На счет параметров. На должности с мобильного пакета анастичных резервуар. В лицензии есть. Средний балл. Средний балл. 4,84. Оригинальность. Семьдесят процентов. Спрашиваю, начинайте. Вот софтуальность. Четыре выше четыре. Поклонить, я говорю. Начинаете. Добрый день, мой член. Ваши мастерские комиссии. Тема этой мастерской диссертации это еще параметр надежности мобильного пакета анастичных резервуар. Начать хотелось бы с того, что актуальность данной темы обуславливается тем, что постоянное количество производства, употребления, перевоза в глинецепродуктов, а также создание запасов хранения особенно в недоступных местах обуславливает необходимость создания и использования на более рациональных и удобных в эксплуатации средств передвижения и хранения нитепродуктов, то есть эластичных резервуаров. Соответственно, объектом исследования являются сами эластичные резервуары. Целью работы является исследование параметров использования эластичных резервуаров на практике, а также определение параметров надежности. Эластичный резервуар представляет собой замкнутую оболочку с установленной арматурой. Также состоит из внутреннего бензостойкого слоя и наружного атмосферостойкого резинотканного материала, которые связаны между собой обрезанным слоем. Также изготавливается из отдельных полотен и склеивается на кресе. Анализ литературы показал, что эластичные резервуары имеют определенные преимущества перед остальными резервуарами. Исключаются они в том, что эластичные резервуары сочетают в себе высокую мобильность и вместимость, высокую гибкость оболочки, что позволяет сложить резервуар на рулон и тем самым облегчает условия транспортации. Далее возможность развертывания на любой, в том числе и полотенческой местности. Ну и возможность превращения обычных транспортных средств в средства перемещения данных резервуаров. К сожалению, отечественные эластичные резервуары своим эксплуатационным характеристикам уступают своим западным аналогам из-за того, что зарубежные производители используют в конструкционном материале облегченные симпатические материалы. Соответственно, это помогает снизить массу устаженных резервуаров, которые, например, у производителей Соединенных Штатов Америки при вместимости 3975 кубометров составляют около 3000 кг. В то время как вместимость максимальная российских резервуаров 250 кубометров весит это примерно полторы тонны. Известно, что потеря нефтепродуктов при хранении остальных резервуаров происходит от малых и больших дыханий за счет испарения нефтепродуктов и зависит от температурного режима, климатической зоны, способы размещения резервуаров и так далее. Мягкая же оболочка эластичного резервуара является за счет своей эластичности не имеет значительного свободного бурового слоя над жиркой фазой. За счет этого минимализируется необходимость в установке дыхательных и предохранительных клапанов. А также герметично происходит слив и выражение резервуаров, что исключает потеря от испарений при сливе заливе. Таким образом, потери нефтепродуктов при хранении в резервуарах состоят из потерь за счет набухания материала и теклевой принцаемости конструкционного материала. Методы оценки естественные убили. К ним мы относим в лабораторное исследование и натурное. Натурное исследование представляет собой опытное хранение резервуаров, опытное хранение нефтепродуктов различных марок и видов в резервуарах в течение 2х лет. При этом перед заполнением резервуаров он взвешивается и также при течении 2х лет резервуар взвешивается и за счет этого определяется потерям. Лабораторный метод представляет собой весовой метод определения проницаемости мельтепродуктов и воды через резины и материи. Основано на том, что берется микро-бачок, созданный из нержавеющей стали, берется образец материи, устанавливается на этот микро-бачок и проводится результат, проводится испытание в лаборатории. Сравнивая лабораторные данные, был взят район Новосибирска, исследован. Сравнивая эти данные, можно получить выводу, что потери лабораторным методом являются удовлетворительно сходимыми и разница не составляет больше 12%. Переходя к теме надежности, я хотела бы сказать, что показатели надежности это качественные характеристики одного или несколько свойств объекта, которые составляют его надежность. У эластичных резервуаров также есть свои требования. Первая группа это требования к безотказности передвижных эластичных резервуаров, то есть это не более одного отказа в год и не менее 500 часов на работу. Таким, на отказ технологического оборудования. Далее, по гарантийным требованиям, это гарантийная наработка не менее 10 лет и гарантийный срок сохраняемости не менее 8 лет. Срок службы должен быть не менее 15 лет и срок сохранности должен быть не менее 10 лет. Обычно для хранения и выдачи нефтепродуктов формируется мобильный парк восточных резервуаров, состоящий из необходимого количества. И этот мобильный парк должен выполнять две основные задачи. Первая это быть доставленным, мобилизованным и развернутым в определенный промежуток времени. А вторая это хранить количество инертипродуктов для потребителя и выдавать его в необходимое время, по мере необходимости. Мы рассматриваем мобильный парк эластичных резервуаров, интенсивность отказа которых определяется по результатам заводских испытаний. Таким образом, оценка интенсивности отказа осуществляется методами математической статистики, а также на основе утвержденного плана заводских испытаний на надежность однотипных эластичных резервуаров. При этом план заводских испытаний имеет вид НБТ, где энерго количества резервуаров. В это показатель, что при отказе резервуаров он не заменяется на новый. И Т это период времени, при котором проводятся испытания. Также мы определяем ДФМ, это число отказов, произошедших к моменту времени Т. Итак, методика основывается на интервальной оценке для вероятности интенсивности отказа. Первый пункт это определяется интервальная оценка П1-П2 для вероятности отказа. По данным формулам, после того, как мы определили верхнюю нижнюю границу Т1-П2, мы находим интенсивность отказа. То есть также вероятность на оценку. И посредством средней арифметической находим среднюю интенсивность отказа. Заводские испытания, данные по заводским испытаниям, были 20 резервуаров, 6 месяцев и 4 420 часов. И по этим данным было определено, что за это время число отказов, произошедших к моменту времени Т, равнялось нулю. Соответственно, были определены нижние и верхние границы интервальной оценки интенсивности отказа. И была предоставлена экспертная оценка теоретическая. Также нужно отметить, что расчет оценок интенсивности велся в условиях хранения необходимого количества нефтепродукта. И с учетом выдачи и отпуска его употребителя. Расчет коэффициента оперативной готовности. Уже было сказано, что коэффициент оперативной готовности является двухпараметрической вылеченной. И, соответственно, означает, что в период времени Т, мобильный резервуар Минпарк, состоящий из N резервуаров, готов выполнить свою основную задачу в течение времени ТАО. Расчет коэффициента оперативной готовности у нас производится двумя этапами. Первым мы определяем вероятность того, что в момент времени Т, то есть в момент окончания развертывания резервуарного парка, число отказавших резервуаров будет равно И. И также переходим к марковым процессам, то есть рассматриваем частные случаи схемы гибели, когда выход из строя одного резервуара может повлечь с собой выход из строя последующих. Даже с учетом резервуара. В последствии этого алгоритма мы выводим уравнение для определения коэффициента оперативной готовности, который состоит из двух частей. То есть это вероятность отказов в момент времени поставки резервуаров и развертывания. И вероятность отказов в момент непосредственной эксплуатации. Далее определяется интервальная оценка коэффициента оперативной готовности. Мы подставляем полученную ранее интервальную оценку интенсивности отказа в данную формулу и получаем результаты. В качестве примера данного алгоритма были использованы данные N резервуаров, представленные в первой графе M резервных резервуаров. Доверитная вероятность была равна 95%. Время доставки и развертывания 48 часов и время эксплуатации 14 дней. Были получены следующие значения. Интервальный центр коэффициента оперативной готовности, что свидетельствует о высокой надежности в мобильном парке эластичных резервуаров и, как следствие, каждого отдельного резервуара, что является весьма положительным фактором в оценке статистического уровня. Уважаемый член государственной комиссии, прошу задавать дополнительные вопросы. Скажите, а почему такой высокий поверительный интервал? Как правило, такой интервал берется подразчетный социальный риск людей, а резервуар 0,9 достаточно, а у вас 0,95. Было решение принять... Второе вопрос, скажите, а какие отказы от эластичных резервуаров? Мы проводили анализ этих отказов? Они являются теоретическими, под отказами мы понимаем любое следствие, из-за которых резервуарный парк или, естественно, сам резервуар предстоит функционироваться. Куба, если взять, то наибольший процент видов коррозии эластичных резервуаров, а что там, порезы или... Порезы и проколы, да. У нас на смысле... А температурный режим в каком работе у вас в эластичных резервуарах? По отношению к предпожатчинам? Вы такую работу больше указали, а не указали элементарную? Температурные режимы рассматривались для умеренного климатического... Ну, пределы каких? Минус, минус, плюс, минус. Сколько градусов? До... до 15 градусов. Почему? Минус 1. Плюс. А минус? Минус... От минус 5 до 15. А почему? Да, я позвоню. А почему, до какого-то можно, да? Не скажите, пожалуйста, а зачем расширить этот параметр? По району принадежности, чтобы иметь хоть какое-то представление, допустим, если мы хотим развернуть мобильный парк в эластичных резервуаров на определенной местности, нам нужно знать, с какой вероятностью он будет работать в безотказанном режиме в заданный промежуток времени. И если у нас будет статистика отказов, то, соответственно, мы сможем предотвратить это и доставить дополнительные резервуары. У вас статистика отказов по функционирующему объекту, да? По функционирующему объекту у вас статистики. Простите, по факту? По функционирующему. По функционирующему объекту. А по новому у вас есть? А по новому объекту. По новому нет, да. Это первое. Второе. Ну и что, эксплуатационникам вы огласите список параметров надежности? Ну что это? Параметры надежности это величины, которые входят в расчетные формулы для определения показателей надежности. И вот показатель надежности, да, он дает характеристики, качественные характеристики. Конечно. А вы показатели надежности применяли к этому? То есть, правда? Коэффициент оперативной готовности. Коэффициент оперативной готовности, это же у вас результаты обработки с логическими числами, да? Да. Ну, в своей работе... И еще, скажите, пожалуйста. Вот, что такое резервный насос, я понимаю. Что такое резервный резервуар? Резервный резервуар. В случае отказа основного количества резервуаров разворачиваются резервами. Резервуарные парки, организации с резервуарными парками зарабатывают резервуарами с вами. Поэтому хранят пустые емкости и слишком дорогого удовольствия. Это да. Состояние. Неэффективно, да, экономическое занятие. Да, очень успеем. Поэтому вот резервные резервуар как-то не могут заболевать. Класс. Здорово уже. Большое спасибо. Есть еще вопросы? Большое спасибо. Следующий диктонный вопрос ЕПАЗу Святослава Дмитриевич. Анализ вариантов увеличения выпускной способности на действующем трубоковом. Руководитель Петиченко Надежды Ивановна, средний балл 4,68, оригинальный текст, 56. Прошу вас. Синца расцвенения имеется, он из научного руководителя тоже есть. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Скинь. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 После расширения можно наблюдать, что напор, создавая части перекачивания станции, приходит пропускной несущей способности рок-ровода. Также создавается напор в 10 метров, вот последний участок, крепьеволочной точкой. Крепьеволочной точкой. Ну, заключайся. Прошу задавать вопрос. Займите. 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 Это в применении вот этого жительства. Если смешиваются две жительства, например, вода и глицерин в концентрации 50 до 50, то получается совершенно другая глицерина сам в 1000, но вода и глицерин. Получается вязкость 5 с антистоксом. То есть никак не получается вот эта форма. В нефтяр то же самое. Ну как модельная вещь, она возможна, но никак и для конкретного применения. Вот мне надо будет вопрос, можно ли вообще это применять форму для вязки, что предлагаете, если нет формы? Она формула, конечно, обращающейся. То есть чисто так, чисто модель. Да? Понятно. Сыренька, пожалуйста. Может быть, да. А вот двенадцать, подожди. Это массовый челные характеристики. Двенадцатый. Какое из режим течения? Трублемент. Двенадцатый. А почему прямые вязки? Здесь упадение. Насосная грязь, это кусочек параболы. Это тоже стремится характеристики параболя. А у вас прямые линии как номинарные режимы. Почему у вас там? Неудачный на штаб или ничего? Здравствуйте, Дмитрий Павлович. Сейчас я достигну, неудачный на штаб. Потом, вот объясните, пожалуйста. Пятнадцатый. Четырщик. 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 Смотрите. На всех станциях. На большинства станциях. На пол примерно один дождь. А появляются провалы. Почему? Вот откуда у вас? Я не вижу. Мога. Могли положил до семисотых километров. Почему так упал топор в насос станции? Это вы что, ее достраиваете? Да, конкретно на участках, где расположены МПС-3А, МПС-4А, МПС-5А, МПС-6А, МПС-2, МПС-3, МПС-4, МПС-5, МПС-7, МПС-8. Это достраивание, если перекачиваются станции. Ну, это же неправильно. Вот, смотрите, у вас несущие способности. У вас, в принципе, просто поднять давление и вы не вырезаете за пределы прочности. Я понимаю, это действительно так. Ну, это неправильное решение. А потом, за перевальной точки. У вас что? На перевальной точке резервуальный парк, что ли? Ну, никак нет. После перевальной точки... А почему там нету линии гидроэнергии? Ну, и есть. И что, вы там не ставите станцию? Снижение давления. Вы же не имеете права уменьшить за перевальной точкой самотёчный участок. Там саморечивый участок до 8-го года, от 5 км. Это вот... От... От резервуального парк. От резервуальный... От резервуального парк. От резервуального парк. Да. А я говорю, от перевальной точки, то нефтебаза. Вот. О, вот там на самом верхушке резервуальные партии расположены. Мы говорим, что у него потоков... Неправильно говорить. Кировичный уход на первом участке. Почему он отличается? У всех адидатных кировичных уходов на первом у вас меньше. Почему? Есть еще вопрос? Маленький вопрос. А что означает ваша фраза Диабетр рабочего колеса увеличен на 2%? Сделание вопроса. Диабетр рабочего колеса с учетом на 5%? Как это вы можете обеспечить? В данном случае... В данном случае я говорил, что у меня нет увеличения на 2% У меня есть полиция. Присадки вы используете? Присадки используются в конечных рисках. На конечном... На креске два провода. Поскольку... Это... Марки писателя. Марки писателя, к сожалению. Спасибо. Спасибо. Достаточно. Большое спасибо. Ну, уважаемые члены социальной комиссии. Мы заслушали все... Это проблемы... Ну, имеющиеся. Мы спустимые заслушали. Поэтому... Есть предложение... На совещании, да? Да, да. Здесь можно... Да, вот это... Я сейчас смс отключаю. Я сейчас смс отключил. Почти. Так вот прошу... Защищающихся, да... Вы идите. Вы идите. Я сейчас смс отключил. Я тебя спрашиваю. Готовы эти вещи? Ты сказал, готовы? Ну, как готовы? Не на тех, кто в армии, как бы, свистунов, пшинов. Геннадий Петрович, спасибо. Мы продолжаем участие. Ну, я... А провести... Что? Да. Переходим. . Продолжение следует... 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 Продолжение следует...